Доброе утро, вы слушаете Финам.ФМ. Меня зовут Елена Рихачёва. Здравствуйте. На вопрос о том, что же вы делаете сейчас, наша сегодняшняя героиня ответила «Я делаю будущее». План А – самосовершенствование, в глобальном смысле этого слова, план Б – креоника. У нас сегодня в гостях Валерия Прай. Доброе утро. Доброе утро. Валерия, самый-самый первый вопрос. Не все, я точно знаю, даже из умненьких и образованных наших радиослушателей, целиком и полностью представляют себе, что такое креоника. Поэтому вы могли бы в качестве образовательного ликбеза у нас как-то просветить на эту тему? Конечно, конечно. Креоника – это практика. Вообще-то это мечта, конечно, которую мы создаём. О том, что вот есть человек, и в какой-то момент, увы-увы, он может умереть или очень тяжело заболеть. И с давних времён, там уже почти 50 лет, люди мечтали, ну как бы так сделать, что вот это мгновение остановить, а потом в будущем когда-нибудь, ну может быть, разовьётся наука, этого человека можно будет вылечить. Или там реанимировать. Вот креоник – это и есть практика, когда человека, который или вот-вот умрёт, или вот уже только что умер, замораживают. Ну это вот такой момент консервации. То есть раз – и остановили до него время. Если сейчас мы ему не можем помочь, то развитие науки нам даёт надежду, что мы сможем ему помочь. Может быть, через 50, 100 лет и так далее. По крайней мере, хуже-то не будет. Поэтому креоник – это практика замораживания людей непосредственно в момент около смерти. Подождите, вот это важный момент – около смерти или после смерти, или прямо в момент смерти? Реально, конечно. Потому что если его заморозить до смерти, это вообще-то может быть уголовно наказуемое преступление. Да, да, конечно. Реально, конечно, это после смерти, но как можно ближе к этому моменту. Хотя, конечно, в мечтах хотелось бы, ну в любой момент. Тут космонавт, он летит в далёкое будущее, там, галактику. Все фантастические фильмы и книги этим и забирают. Вот Анабиас, который используется в фантастических произведениях о дальнем космосе, это и есть самое, что ни на есть, развитая креоника, до которой мы пока что ещё не дошли. Скажите, а целиком человека замораживает или какую-то его часть, не знаю, там, мозг? 50-50. То есть кто-то считает, ну, конечно, вот оно, тело, очень важно, подписывают креонику, контракт на полное тело, а кто-то считает, что самое главное в человеке мозг, ну или голова, там, как вместилище мозга, и сохраняют личность в виде мозга, ну, примерно пополам, и так, и так, потому что с точки зрения науки, конечно, всё основное у нас это в мозге человека. Через сколько, как вы предполагаете, я понимаю, что это, конечно, ваше частное мнение, но, тем не менее, мнение эксперта, вы давно уже именно в этом дискуссионном пространстве находитесь, поэтому хочу вас спросить, через какое количество времени, по вашему прогнозу, прогнозу подчеркну, можно будет все эти тела... Реанимировать. Реанимировать, да, оживить. Живить. Это всё зависит от двух факторов. Развития наук и тех социальных аспектов, которые им сопутствуют. Например, финансовые вложения, отношения в обществе и так далее. Может быть, покажется кому-то странным, но я уверена, что это вряд ли будет позже, чем лет через 50. Первые результаты, может быть, уже было через 20-30 лет, ну, какие-то животные такие вот уже размораживаться. Конечно, современная криобиология говорит, что это очень всё сложно и так далее. Скажем прямо, криобиология сейчас очень плохо финансируется. У неё маленькая отрасль, маленькое развитие. Крюника может это всё изменить. И темпы наращивания научных знаний и практических возможностей могут очень сильно вырасти. Пробовали ли вы заморозить живое и здоровое существо, собаку, например, а потом оживить? Вот сейчас. Мы не пробовали. И, к сожалению, млекопитающих очень трудно оживлять. Единственный эксперимент, который был, был поставлен на розовом хомячке успешно. Кстати, у нас пока не получилось её повторить. В каком хомячке? Ну, есть такие розовые хомячки. А, всё. Это проспород такая. Да. Ну, опять-таки, это вопрос развития криобиологии. Это вопрос вложений, потому что там просто очень много экспериментов. Это сложный вопрос. Но никто не сказал, что в будущем это не будет сделано. Точно будет сделано. Пока нет. Наверное, да. А если вы не можете заморозить мышь из-за образования кристаллов льда, который эту мышь повреждает, то как у вас получится с человеком? Ведь он гораздо больше. Но это примерно туда же. Да, это всё та же самая тема, что... Пока наука не может. Но, тем не менее, понимаете, не надо понимать, что наука остановится. Она не остановится. Там огромный идёт прогресс. Да вспомните 20 лет назад. Интернета не было. Биотехнологии начали 40 лет назад. Это же минимум. И они растут, растут, растут. Скорость. И вообще известно, что скорость научных открытий, она возрастает. То есть каждый год это просто революция. Приезж на биологическую конференцию в один год, и через два года там всё уже поменялось. Огромный новый слой. Поэтому это всё будет. Но это ещё тоже сильно влияет на то, как это будет всё финансироваться. Будем ли крионить Гитлеров и прочих? Проблем с финансами уж точно не будем. Вот это интересный вопрос. Вы знаете, пока ещё не создан такой криосуд, который вы говорили. Этих направо, а этих налево. Не знаю пока. Не могу ответить. Представляете, так лет через то, когда всех их будут оживлять, она там как раз и будет. Вот этих направо, вот этих налево. Нам в общем такие оживлённые. Это вопрос. Вопрос этический неизвестный. Да. Вот это меня больше всего и смущает. Почему? Осознаёт ли ваша гостья, что она играет в Бога? По такой себе подобным. Вячеслав подписался как не воинствующий атеист. Я не играю в Бога, я действую. Я не Бог, я атеистка, я не религиозный сама по себе человек. И я считаю, что человек, для меня человек это Бог. Вот человек, особенно тем, кем он может стать. Это вот именно потрясающее существо, которое идёт в направлении развития своей божественности, если уж говорить на этом языке. Ещё один вопрос, примерно в этом же ключе. А как же душа, что с ней происходит при заморозке? Или все ваши клиенты атеисты? Нет, нет, нет. Половина религиозные люди. Есть священники в США, которые проповедуют крионику. Ну, священники в США, это известная тема. У нас тоже священники, в общем-то, отпевают наших криопациентов. Правда? Они считают, по крайней мере, из разговора, что это у вас такой своеобразный способ захоронения. Ну, в конце концов, будет Богу угодно, ну, оживить. А нет, может, душа у него. То есть я никогда не встречала противодействия какого-то неистового. Это потому, что у вас пока ещё 15 только? Возможно. Как только их будет 15 тысяч? Возможно, поживём, увидим. Будем решать этот вопрос, в том числе и с точки зрения религии. Пока что, недавно тоже я видела выступление одного религиозного деятеля. У них нет тоже точной позиции, у них это тоже вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вас вообще протянуло именно в эту сторону? Вот, не знаю, понимаете, такой страх смерти, или, может быть, неприятие. В вашем случае неприятие, скорее, смерти. Страха смерти нет. Она же не возникает вот так на пустом месте. Конечно, мы все боимся. Я думаю, что возникает. Ну, разные пути просто находят. Вот вы такой нашли путь. Почему именно такой? Нет, давайте начнём сначала. Есть люди, которые просто вот изначально, в 15 лет. Вообще, кстати, дети, они все бессмертные. Для них смерти нет, они об этом не думают, не хотят и чувствуют себя бессмертно. Лет в 7-8 начинается вот это. Да, вот когда они говорят, надо же, я умру, да? Помните себя в 7 лет? У меня такой был вообще просто какой-то экзистенциальный кризис, ужас такой. Да, 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 страх глобальных катастроф. Когда я осознала, да. И потом, понимаете, люди идут направо и налево. Одни смиряются, говорят, ну что же поделать и так далее. А другие не смиряются. Может быть, из них как раз вырастают учёные, которые там создают космические программы, биологические программы, борются с раком, который против. У меня точно так же было. Я очень быстро определилась, что смерть – это плохо. Но, вы знаете, это были там 70-е годы, ну что там, даже не видно было, куда идти. Я была физиком, потом я ставила науку, там музыкой занималась, но тоже всегда хотела продвигать идеи продления жизни. С любой точки зрения, философской или так далее. А позже, кстати, в 94-м году у меня умер папа. Он замёрз в лесу. Вроде бы вот естественным образом был креонирован. Так в моём мировоззрении креоники не было вообще. Мне даже мысль этого в голову не пришла вообще. То есть его похоронили и всё. Я, конечно, об этом сожалею, но это просто пустое ментальное пространство. Такая мысль даже не зародилась. Но уже в 2000-х годах, когда сложилось понимание, что вот есть какие-то технологии, нашлись союзники, просто это уже было как естественное продолжение всех моих убеждений. А вы хотите, чтобы вас… Без сомнения. У меня контракт номер один, вообще говоря. То есть вы уже подписали, да? Да, и моя дочь подписала старшая, и младшая уже не против. И мама моя, она у меня креонирована, она погибла в несчастном случае. Я два года убеждала. Ну, она уже пожилая была женщина, было трудно это понять. Но тем не менее она поняла, добровольно подписала этот контракт. То есть это у нас, знаете, уже как семейная какая-то такая вот ячейка в будущее направляется. Ну, я думаю, что это очень важно.